Друзья, всем привет! Сегодня у нас заключительная серия моего проекта «Худеем» вместе с Денисом Черногузовым, где участники сбрасывали вес за два месяца без вреда для здоровья. Сегодня у нас будет финальное взвешивание. Также мы проведем крутую функциональную тренировку из моего авторского направления в ПТЧ. Также участники расскажут свои ощущения и отзывы о проекте. Поэтому сегодня будет весело. Ну что, поехали! Ну что, друзья, начинаем нашу сегодня тренировку с суставной разминки. Первое упражнение у нас будет мобильность тазобедренного сустава. Сегодня будет много упражнений на ноги, поэтому обязательно нужно разогреть тазобедренный перед тренировкой. Для этого нам понадобится ролл. Мы встаем чуть пониже, чем находится ролл. И начинаем делать такое движение. Ногой пола не касаемся. Делаем на каждую ногу по 20 повторений. И потом переходим к следующему упражнению. Поехали! Продолжаем разминку тазобедренного сустава. Следующее упражнение будет из неврологии движения. Садимся в положение 90-90. Ноги у нас находятся таким углом. Теперь мы делаем подъем таза вверх. Отлично! Ногу выводим, ставим перед собой. Делаем подъем, садимся в полуприсед. Делаем разворот. И возвращаемся в исходное положение. Здесь идет все движение за счет мобильности тазобедренного сустава. Так, сделаем на каждую сторону по 10 повторений. Ну что, пока участники выполняют суставную разминку, я хотел бы рассказать вам про свой онлайн-марафон «Худеем дома» вместе с Денисом Черногузовым. Если вы не можете посещать мои тренировки в зале, то специально для вас я разработал онлайн-программу, где вы можете тренироваться дома и также худеть. Ссылка будет в описании, поэтому переходите и тренируйтесь вместе со мной. Третье упражнение из нашей суставной разминки. Это будет также парная история. Кристина держит две палочки на разном уровне. Задача Дениса, он с одной стороны делает наклончик, потом перешагивает. Также Кристина меняет в этот момент палки с этой стороны. Мы также делаем движение и перешагиваем. Работаем в среднем темпе, не спешим. То есть работаем сначала минуту, потом меняемся. Второй человек также работает минуту. Таких будем делать три минуты. Поехали. Ну, они были достаточно тяжелые. Много работали, много старались. Конечно, не совсем достигнутого результата, которого хотела. Но главное, что я сделала выводы из этого проекта, что я буду дальше продолжать в этом же. То есть я уже вошла в определенный режим, что очень важно. И привыкла к питанию. Того, чтобы те привычки, которые мы вырабатываем на проекте, чтобы они остались и после проекта, мы их дальше придерживались. У меня как бы есть настрой на это. Ну, питание, конечно, изменилось очень сильно. Ну, я начала более с умом подходить к питанию. Не просто жестко себя ограничивая, что это нельзя, а просто осознанно подходить и понимать, что вот это мне нужно для организма, что это принесет мне пользу, да. А вот эти там продукты, там сладкое, майонез, все как бы, хлебопулочные изделия, да, оно будет вредно, что мне от него будет тяжело. То есть будем себя обманывать. Мы все приходим, чтобы похудеть, да, в первую очередь. Но Денис пытается до нас донести, что в первую очередь нужно здоровье, потому что когда нам будет 50 лет, наши постраннейшие тела не совсем так будут нужны, как здоровье, потому что здоровье не купишь ни за какие деньги. Да, конечно, я планирую дальше свою трансформацию. Я хочу это сделать не просто каким-то временным этапом в своей жизни, я хочу это сделать образом жизни. Я осознанно подхожу и понимаю, что мне это нужно. Почему к Денису ходить? Потому что, во-первых, у него нет ограничений по времени. У меня нету, то есть планки, да, то есть я занимаюсь сколько я смогу. То есть мне не надо торопиться успеть за этот час, как обычных тренировок. У Дениса этих ограничений нет. Во-вторых, каждая тренировка, она разная. Мы не занимаемся как на одних и тех же тренажерах, как я вот часто наблюдаю за другими тренерами. Это вот просто можно уже записывать и говорить, предсказывать, какое следующее у них будет упражнение. Третье, складывается коллектив, что тоже немаловажно. В кадре, возможно, мы там друг над другом подшучиваем, но на самом деле это тоже немного мотивирует друг друга, и мы помогаем друг другу. То есть это тоже важно. А не как ты приходишь с тренером один на один, и он тебе так одно и то же по кругу говорит, делать. И что через две недели это уже тебе надоедает. Я ходила, занималась тренером, меня хватило на месяц. Мы занимались по кругу, он мне говорил одно и то же. Это не давало результата, он меня не мотивировал, и я уходила от такого тренера. Следующее упражнение у нас будет планка на платформах с мячиком, на баланс, координацию и на укрепление мышц кора. Встаем в планку. Поехали. Руки прямые, живот втянут, пресс напряжен. Вот и начинаем перемещать мячик с одного края платформы на другой. По кругу задача. Поднимать платформу лево-вправо так, чтобы мячик тоже не выскочил из платформы. Работаем мы 30 секунд. 10 секунд отдыхаем, потом опять 30 секунд. Таких 5 кругов. Поехали. Пресс почувствовал, он все-таки есть. Под прикрытием, но есть. Абсолютно точечно. Оказывается, есть пресс и суставы. И прикрытие. И прикрытие, оно и есть, да. Такая приятная гибкость теле образовала. Упражнение хорошее. Коясь чувствуется. Очень отлично. Что, начинаем нашу функциональную тренировку с интересного упражнения на реакцию и на активацию мужичка. Для этого нам понадобится нестабильная платформа, Маргарита и гиря, которая находится в висе. Встаем на одну ногу. Держим баланс. Активируем мужичок. Координация. Ладонью держимся за гирю. Делаем толчок. И также возвращаем и толкаем ее от себя на выдохе. Включаются все мышцы тела. Ноги, пресс, плечевой пояс. И обязательно работа головы. На каждую руку мы делаем по 20 повторений. Потом меняем. Таких будет 3 подхода. Поехали. Мне на самом деле проект понравился. Хороший, хорошо, отлично занимались. Результатами, в общем и целом, доволен, наверное. По 4 килограмма за месяц получилось. На мой взгляд, это неплохо. Наверное, можно было бы и лучше. Будем продолжать работать. Проект это не какая-то конечная точка. Надо дальше заниматься. Ну, да, осваиваем потихоньку. Убрали быстрые углеводы. Практически к нулю свели. Жиры плохие тоже постарались убрать. То есть стараемся больше, там, если это жиры, то там рыба, орехи, авокадо, какие-то такие хорошие вещи. Если это углеводы, то, конечно, желательно, чтобы это были хорошие углеводы. Там какой-то рис, желательно, чтобы там еще не очищенный, бурый какой-то рис. Да, если макароны, то это твердые сорта. Мы так и питаемся теперь. Я думаю, что да, наверное, надо дальше продолжать. Обидно будет остановиться на, в принципе, на полпути. Я бы, честно скажу, посоветовал бы приходить именно потому, что здесь вам не будет скучно. Здесь у нас, по сути дела, получается так, что одна тренировка мы занимаемся, чем-то одним. Причем даже в течение тренировки у нас, по сути дела, мини-тренировки идут. И постоянная вот эта смена деятельности. Постоянно тренер старается придумывать что-то новенькое. Он, на самом деле, ездит учиться регулярно. У него какие-то сумасшедшие куча каких-то дипломов, знаний. Постоянно покупает новое оборудование. Поэтому вам здесь, в принципе, никогда не будет скучно. Поэтому приходите, попробуйте. На самом деле, ничего здесь сложного и страшного нет. На мой взгляд, это интересно, весело. И этим вы будете заниматься, в принципе, не один год. Ну и что хочется пожелать? Всем успехов, пока! Ну и не забудьте про маринады для шашлыка. Следующее упражнение у нас будут выпады на одной ноге в петлях TRX с тренажером RIP. Тоже от TRX. Мы делаем выпад назад. Поехали. Функциональное упражнение. Руки выпрямляем вперед перед собой. В этот момент включаются мышцы рук, пресса, ягодичные мышцы, также мышцы бедра. Поднимаемся, выпрямляемся. И делаем протяжку к себе. Опять делаем выпад назад. Руки перед собой. И протяжка. Обязательно таз мы тянем назад, чтобы колено сильно не выходило за носок. Чувствуем ягодичную мышцу. При падеме выдох делаем 15 повторений на одну ногу, 15 на другую. Три подхода. Поехали. Что у нас в спецодежде? Ну, что выдают? Здесь не выбирают. Ощущение очень хорошее. Очень многому научилось. Правильно есть. Потому что что есть я знала. А вот как есть, не знала. Теперь научилась. Ходить свои 10 тысяч шагов в день. Научилась пить воду. Раньше не пила кофе. Крайде редко чем. По крайней мере, оно реагировало. Во-первых, изменились формы и объемы. То есть вес ушел не сильно, но тому есть причины. А вот формы, они изменились. И объемы. Во-первых, эти занятия, они под силу всем, любому возрасту. Они очень помогают им в жизни. То есть и здоровье улучшают, и физическую форму. И все улучшают. То есть каждый добивается того, чего он хочет. Я достаточно много лет пыталась заниматься спортом, фитнесом. Пыталась сбросить вес. Только вот придя к Денису, у меня это получилось, причем не навязчиво. В планах у меня было скинуть килограмм 6, а получилось больше 20. Не списывайте свою лень на тяжелые условия труда, на заботы по семье, на возраст. Возраст – это не помеха заниматься спортом, худеть, улучшать свое здоровье. Всего доброго, приходите к нам. Что, у нас сейчас будет также нестандартное упражнение. Продолжаем тренировать мозг, в первую очередь, для того, чтобы все было в порядке с телом. Для этого на глаза мы одеваем повестку. Ну что, отключаем органы зрения у скалы. Сейчас мы будем работать в боковой планке с перемещением мяча. Задача – встаем в боковую планку. Мяч у него находится за спиной. Его задача – нащупать мяч руками, поднять его и перекинуть за спину. При этом он находится в висе, в боковой планке. Это очень сложное упражнение для очень подготовленных людей. Мало кто с этим может справиться. Показывает уровень подготовки после двухмесячного курса. Главное – держать пресс также в напряжении, включать все тело в работу. Он выполняет на уровне «красавчик». Привет! Физические изменения? Во-первых, конечно же, я похудела. У меня ушли объемы. Я стала, наверное, действительно сильнее. У меня фигура другая стала. Базовая привычка, которую нам рекомендовал Денис, конечно, мы старались усвоить. Я для себя очень много полезного вынесла. И стараюсь их соблюдать дальше. И тоже планирую придерживаться их. Что бы хотелось сказать зрителям нашим. Если вы вдруг переживаете, либо боитесь приходить в фитнес, начинать занятия, и что у вас может что-то не получиться, то это не так. Можно сбросить лишний вес, придя к Денису на занятия. Причем это будет без вреда для здоровья. Он вам обязательно поможет. Приходите к нам, все будет получаться. Все можно достичь, конечно же. И, естественно, все будет происходить без вреда для здоровья. Вы почувствуете легкость, гибкость, здоровье. И сможете стать лучшей весей себя. Следующее у нас будет функциональное парное упражнение. Работает также все тело у нас здесь. Задача – мы натягиваем резинку. Участник, который держит резинку, называет цифру. И задача второго участника, Марины, коснуться ладонью этой цифры в положении приседа. Цифра 8. И Марина присаживается, клоняется назад. Будем работать минуту. Работаем, 20 секунд отдыхаем. Потом меняемся. Таких 4 круга. Поехали. Следующее очень интенсивное упражнение. Тоже парное. Скала встает в стульчике с мячом. Мяч держим с другой стороны. С краю. Кристина встает в планку. Делает шаг и бьет с ноги по мячу. Поехали. Бьем со всей силы. Работаем 10 повторений на одну ногу, 10 повторений на другую. Потом меняемся. Поехали. После 2. Исследования. Дальше. Дальше. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. Люблю заниматься с Денисом, прям такие ощущения непередаваемые. Вот я думаю к врачу сходить. Уже как год думаю об этом. Вообще круто на самом деле, круто. Новые эмоции, непередаваемые эмоции. Результаты хорошие, все окрепли, стали более спортивные. Мне кажется, что все смогут сохранить свои результаты. Кому-то легко, кому-то сложно. Ну собственно справляются, все не справляются, отдохнут и дальше. Никто не бросает, в общем. Все доделывают. Следующее очень интересное упражнение, самое главное интенсивное. Задача. Марина держит мяч жестко в руках. Моя задача забрать у нее мяч, любым способом. То есть она жестко его сжимает, я забираю. Я сильный, да, но все будет совсем по-другому. Добрый ты, все-таки. Давай, Эльфейн поставим. Эльфейн, Эльфейн, Эльфейн. Давай, Эльфейн. Давай, Эльфейн, давай. Он же все уже на себе, чтобы тебе осталось. Вот как надо выполнять это упражнение. Вот, пожалуйста, спортсмен дает стране угля. Это жизненная ситуация, свое не отдать. Спорт тут ни при чем. Спорт просто помогает. Не отдать свое. Очень разнообразные. Даже вот ни одно занятие не похоже на другое. Я ходила в аэробный зал. Могу сказать, что там все одно и то же. И ходила я в тренажерный зал заниматься. Монотонная физическая тренировка. Дениса занятия, у Дениса занятия. Они дают тот результат, который не дают ни аэробный, ни в тренажерном зале. Ну что, сейчас у нас будет упражнение с соревновательным моментом. На всех участников одеты резинки. Для того, чтобы мышцы ног включались лучше в работу. Также у нас в руке мяч, который мы будем набивать. И второй мяч здесь 6 килограмм. 4. Маргариты 3. Вот, задача. Присаживаемся. Набиваем мяч одной рукой, второй рукой катим мяч. Да. Задача дойти до конца дистанции, сделать круг, вернуться. Таких сделать 3 круга. Кто выигрывает, тот молодец. Кто проигрывает, получает по 10 бёрпи. Поехали. На старт, внимание, марш! Давай, давай, давай! Ощущения превосходные. Чувствую себя молодой, здоровой, обновлённой, ну и, конечно, похудевшей. Насколько я довольна результатом, на 90%. Потому что не собираюсь останавливаться на достигнутом, буду продолжать тренировки. Для меня упражнения чем тяжелее, тем лучше. Потому что тогда я чувствую эффекты в своё тело. И оно для каждого, конечно, каждый сам делает свой выбор. Для каждого по-разному. Следующее упражнение у нас будет с плеометрики. Это прыжки. Также надеты резинки для того, чтобы упражнение было сложнее. Наташа выпрыгивает, делает приседания. Поехали. Делаем приседки. Выпрыгиваем. И Маргарита толкает её мячом в бок. При этом задача Наташи сопротивляться, чтобы не отлетать в сторону. Включать все мышцы в работу. Очень тяжелое упражнение. Энергозатратное, но очень эффективное. Поехали. Ноги забились. Не задышала сильно. Тяжелое упражнение. Ну что, мы продолжаем испытывать скалу на прочность. Сейчас очень тяжелое время. Скорых помощи не хватает. Маргарита у нас фельдшер. Поэтому скала будет бездно скорой. Маргарита готова ехать на вызов. Скала запряжен. На самом деле это очень тяжелое упражнение для всего тела. Называется аксель. Практически нигде вы не найдете его в России. Это эксклюзив. Поэтому встаем в планку. Поехали. Задача держать баланс. Маргарита находится в статике. Денис в пути. Включаем мигалку. Ну что, переходим к заминке. Первое движение у нас будет на улучшение мобильности внутренней поверхности бедра. Также позвоночником, поясницей. Встаем мы на одно колено. Стопа в сторону. В таком положении натягивается внутренняя поверхность бедра. Руки поднимаем вверх. И начинаем делать наклоны вперед. Делаем вдох. При подъеме выдох. Таз отводим назад. При подъеме таз вперед. Это первое движение. Второе движение. Также руки вверх в стороны. То есть это была сагитальная, фронтальная. И будет горизонтальная у нас плоскость. Разминаем позвоночник. Так же делаем. И потом в горизонтальной плоскости держим перед собой. И вращаем. По каждую сторону мы делаем по 10 повторений. Потом меняем ногу. Поехали. Впечатления от этих двух месяцев положительные. Прилично похудел. Там наверное почти около 8 кг. Там возможно больше точно еще не подсчитывали. Вообще все хорошо. Как бы окреп физически. Да и вообще очень позитивная энергия на тренировках. Поэтому все прекрасно. Тренировки очень динамичные. Тренировки очень позитивные. Тренировки веселые. То есть команда замечательная. Поэтому только позитивные эмоции. И на тренировке просто ну не как на праздник конечно. Но тем не менее с большим удовольствием. Потому что раньше я на тренировки ходил к другим тренерам. Да в другой клуб. То есть когда у меня начинался следующий день тренировочный. Мне уже с вечера было плохо. Я уже не представлял как мне закосить от этой тренировки. Я уже не хотел идти. А сюда я хожу с большим удовольствием. Поэтому и всем советую. Следующее упражнение на улучшение мобильности грудного отдела. Для этого нам понадобится ролл. Кладем мы на ролл ногу. И резинка. Начинаем движение. Раскрываем грудной отдел. Поехали. На выдохе. Да. Делаем вдох. Закрываем. И на выдохе раскрываем. Отличное упражнение. У кого сутулый грудной отдел. И сидячая работа. Делаем по 15 повторений на каждую сторону. Заключительное упражнение нашей заминки. Это будет колорадский жук для улучшения мобильности тазобедренного и плечевого состава. Встаем на четвереньки. Колени подняты вверх. Чуть пониже опускаемся. И теперь одновременно противоположная нога и рука отводят в сторону. Согнутая. И здесь делаем подъем. Да. И меняем сторону. Поехали. Оп. Да. Отличное упражнение. Делаем по 15 в каждую сторону. Ну что, заключительное упражнение нашего проекта. Это шавасана в гамаках для аэро-йоги. Прошло два месяца. Все участники устали. Поработали. Кто-то хорошо, кто-то плохо. Но все молодцы. И сейчас пять минут. Все расслабятся. Окажутся в утробе матери практически. Гамак обволакивает все тело. Организм расслабляется. Пропадают негативные мысли. И все становится хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ну что давайте подведем итоги проекта сейчас вы увидели реальную картину про похудение и наверное выходим задать мне вопрос почему кто-то похудел хорошо а кто-то не очень ответ простой на процесс похудения влияет много факторов первый фактор это для того чтобы начать реально трансформироваться нужно отнестись к этому процессу как и второй работе вот есть работа за деньги где вы ежедневно ходите и зарабатываете на жизнь и также есть вторая работа эта работа над своим телом вот если к этому относитесь также серьезно как заработку денег то у вас все получится но если вы продолжите жить той же жизнью и не слушать тренера то результата вы никогда не добьетесь второй фактор это работа с головой как правило за лишним весом стоит всегда какая-то психологическая либо моральная проблема вот пока вы не решите эту проблему вес никуда не будет уходить поэтому многим людям свою трансформацию нужно начинать с похода к психологу или психотерапевту третий фактор это гормональный сбой вот пока вы не начнете разбираться в этом процессе и искать проблемы с гормонами то вес будет уходить очень медленно даже если вы будете все четко соблюдать по питанию не прогуливать тренировки то всегда я советую все-таки начинать со сдачи крови для того чтобы разобраться в своем организме и четвертый фактор это желание если мы чего-то хотим то мы ищем возможности есть как только мы перестаем чего-то хотеть и нам это надоедает мы ищем причины почему мы не хотим худеть или не ходить на тренировке и большинство людей хотят все и сразу то есть походить две недели сбросить там 5 килограмм и вернуться обратно к своему прошлому образу жизни но здесь так не работает я уже рассказывал в прошлых видео что привычка к правильному питанию фитнесом вырабатывается 66 дней но большинство людей хватает на 16 дней и потом человека появляются в голове какие-то бредовые мысли о том что я не меняюсь никакого процесса не происходит и человек начинает на это забивать со стороны это кажется бредом но большинство людей так и думают еще самое опасное что есть организме человека это психосоматика когда вы себе что-то сами надумали она так и происходит и как только вы начинаете в голове думать о том что как же вы устали вам это надоело тяжело правильно питаться заниматься то организм вам подкидывает сразу какую-то болезнь при которой вы остаетесь дома на пару недель и потом как правило люди уже не возвращаются процесс похудения это всегда командная работа поэтому всегда цените время тренера которого на вас тратит и обязательно цените свое время она бесценно поэтому обязательно настраивайтесь на результат приходите им и достигайте его вместе со мной моя задача в этом проекте было показать вам что процесс похудения это очень интересный разнообразный а самое главное не скучный процесс большинство людей считают что фитнес это скучно но я считаю что здесь все зависит от тренера и его фантазии было восемьдесят две шестьсот два килограмма сколько смогла шесть 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 килограмм небольшим шесть 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 ну что надеюсь вы поняли что чудес не бывает кто хочет результата тот добивается кто не хочет тот забивает я показал вам реальную картину на проекте как бывает на самом деле надеюсь вам понравился мой проект обязательно об этом напишите в комментариях под этим видео у кого есть огромное желание улучшить свое здоровье или похудеть то приходите ко мне на мой оффлайн проект который проходит фитнес-клубе division sport trk rodeo drive каждое десятое число нового месяца по всем вопросам пишите в личку все мои контакты с на соцсети будут под этим видео в описании спасибо всем участникам за участие в моем проекте эти два месяца это только начало большую трансформацию человека и помните что занятие фитнесом это образ жизни а не временное развлечение что всем спасибо всем здоровья и удачи что всем спасибо за просмотры до новых встреч все занимайтесь спортом всем пока